Микс Ньюс. Утро на Волткоме. Гость в студии. Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Доброе утро, 25 июня. На календаре пережили мы пять праздников. Надеюсь, что достаточное количество людей с нами, потому что улицы достаточно пустые сегодня были. Анастасия Осмоловская в этой студии, звукорежиссер Идиан Золотарев этим утром. И гость у нас. Некие перемены, как обычно, несмотря на анонсы, происходят. Как мы уже не раз говорили, что эфир – это живой процесс. Поэтому врач-нарколог детской клинической университетской больницы Лев Полунин у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, что пригласили. Мы сейчас будем говорить, мне кажется, об очень актуальной проблеме, в том числе и в контексте Лига тоже хочется узнать. Потому что мне кажется, что всегда Лига – это, понятное дело, что это алкоголь, что это всё, что этому сопутствует. У вас чувствуется некое напряжение и большее количество, например, пациентов? Или всё-таки нет? Обычно после праздников, через какое-то время, есть небольшой приток пациентов, который связан, скорее всего, с длительным употреблением алкоголя. То есть становится больше людей, которые хотят прекратить употребление алкоголя, но сами они сделать это не могут и обращаются за медицинской помощью. Но у вас, ваши пациенты – это дети всё-таки до 18 лет, правильно? Это скорее больше со взрослыми пациентами проблема, касательно, чем с детьми. Потому что помимо детской больницы я тоже со взрослыми ещё работаю в других клиниках. Касательно детей, не могу сказать, что с праздниками связаны именно такого характера у детей нарушения, но учащаются эпизоды употребления алкоголя в больших количествах. В том числе и среди детей? В том числе и среди детей тоже, да. Но мы тоже дети – это такое очень растяжимое понятие. 17-18-летние молодые люди – это тоже попадают под категорию детей всё-таки? Ну, до 18 лет – это категория детей, считается. А со скольки лет у вас самые ранние пациенты? Начиная от 10 лет, так можно было бы сказать. С 10 лет это уже может быть алкоголь, сигареты и… Это может быть чрезмерное вредное употребление психоактивных веществ, сигареты, алкоголь. Понятное дело, что сами они не обращаются, их приводят родители. Вот вы можете тенденцию наблюдать, как… запускают ли? Потому что мне кажется, что родители тоже, они… Ну, не то чтобы они стараются закрыть глаза, но они многого не видят. Достаточно долго могут чего-то не замечать. Или наоборот, не знаю, там, ребёнок случайно где-то на дне рождения шампанского выпил, и сразу его бегут к врачу везти. Итак, вариант может быть любой из этих ваших предложенных. То есть бывает, что родители сразу же, когда видят какой-то эпизод, они обращаются за помощью. Бывает, что у ребёнка получается употреблять, скрывая это, некоторое время. И обращение идёт уже после того, как родители об этом узнают, и уже какое-то длительное время был у ребёнка опыт употребления веществ. Сколько вам времени надо для того, чтобы понять, что вот здесь вот действительно проблемы, и какой-то случай запущенный, и ребёнок себя не контролирует? Хотя вообще ребёнок себя контролирует, такое, мне кажется… Ну, касательно употребления психоактивных веществ как заболеваний, в не очень хорошем состоянии находится медицина, потому что диагностицировать заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ, можно по последствиям психоупотребления. То есть сложно сделать какие-то предположения, что могло бы привести к употреблению точной. То есть диагноз мы ставим, исходя из того, что уже нанесён какой-то ущерб. Если это касается детей, то любое употребление веществ, оно будет вредным, любое употребление веществ будет опасным, его нужно пересекать, избегать и стараться помочь в любом случае. У нас, как вы вот считаете, просто у нас есть достаточно большое количество, например, тех же компаний «Не садись пьяным за руль» и прочие социальные программы, но я, честно говоря, не могу так вот сразу вспомнить какую-нибудь социальную компанию по поводу того, что дети не должны употреблять алкоголь, наркотики, курить сигареты. Ну, здесь скорее, наверное, у нас есть наоборот такая социальная компания, которая, может быть, даже побуждает детей употреблять алкоголь и сигареты, потому что в нашем обществе, в Латвии, употребление алкоголя, оно одно из самых высоких. Последним данным это больше 12 литров чистого спирта в год. На жителя от 15 лет и старше эти показатели довольно большие. И, ну, если ребёнок растёт в таком обществе, где употребление алкоголя, оно очень высокое и, как правило, связано с какими-то праздниками, то есть очень много праздников, каких-то позитивных событий ассоциируются у людей с употреблением алкоголя. То есть ребёнок растёт в этом обществе, и он подвержен риску употребления в будущем, если видит это вокруг себя. Ну, это тоже такой момент. Кто-то говорит, что наоборот запретный плод сладок, что когда ты этого не видишь, тебе запрещают, тебя закрывают, тебе вот хочется достичь там какого-то возраста, попробовать выпить и прочее. А если это ты как бы живёшь там на столе, родители, не знаю, пьют вино вечером, у тебя уже это такого острого интереса не должно вызывать. Что вы можете на этот счёт сказать? Это я с этим соглашусь. То есть подросток, ребёнок видит, что алкоголь употребляется среди взрослых, довольно часто видит это по телевизору, в интернете, дома. И одновременно увидит в магазинах такую красную тряпку перед быком огромными цифрами 18 с красными кружками вокруг. То есть что ему это нельзя, что он ещё недостаточно взрослый для этого, что это сначала вырасти, потом выпей. То есть это работает именно как, я считаю, как такая красная тряпка для быка. Вот этот запретный плод ещё больше хочется попробовать. Раздражитель такой. Есть предубеждения по поводу того, откуда приходят вот эти дети, вот как вы говорите, начиная там с 10 лет уже. И есть предубеждения по поводу того, что это всё-таки неблагополучные семьи. При этом мы понимаем, что это достаточно дорогое удовольствие, скажем так, ну если можно сказать про удовольствие. И это доступно скорее детям из достаточно обеспеченных и вполне себе благоприятных семей. Какой у вас опыт? Употребление психоактивных существ среди детей, оно чаще связано с нарушениями психического характера, с перепадами настроения, с гиперактивностью, с другими заболеваниями, которые, как и любое психическое заболевание, как и употребление психоактивных веществ, это биопсихосоциальный феномен. То есть есть предпосылки того, что если при определённых социальных обстоятельствах ребёнок будет с повышенным риском употребления психоактивных веществ. Можно проследить на Нэнсу, что чаще встречаются дети, которые употребляют вещества из институциональной среды, из неблагополучных семей, но это не отменяет того, что употребляют дети из благополучных семей тоже. Вы говорите про психотропные вещества. Это вы имеете в виду таблетки, что-то, что употребляют, например, дети гиперактивные, им прописывают какие-то препараты? Нет, психоактивные вещества – это любое в принципе вещество, которое влияет на психику, изменяет немножко. А где они в 10 лет их берут? То есть это и кофеин считается, и табак, и алкоголь. Это всё относится к одной группе веществ психоактивных. То есть принципиальной разницы такой нет. Тут больше она связана с законодательной и с ограничением наоборот этих веществ. То есть какие-то вещества можно продавать, какие-то нельзя, каких-то веществ ограничены наоборот. То есть это скорее больше уже такой классификация касательно юридических аспектов. Но всё это можно введить в одну большую группу психоактивных веществ. Ну вот в 10 лет я всё никак не могу осознать эту цифру. В 10 лет ребёнок может и курить, и выпивать, и, грубо говоря, там на кофе сидеть. Бывает такое. А всё вместе тоже бывает? Ну, какое-то определённое вещество употреблять, чтобы выработалась от него именно как так называемая зависимость, это, скорее всего, уже встречается у взрослых. У детей чаще бывает, что они могут попробовать одно, второе, третье. А вот дети, которые приходят к вам, ваши пациенты, что насчёт их будущего можно сказать? Можно ли здесь тоже подвергнуть сомнению их будущее и сказать, что когда они вырастут, они будут более подвержены, что всё время они будут в этой зоне риска, и им всё время надо об этом помнить? Есть люди предрасположенные к употреблению психоактивных. И сейчас там предрасположенность, это может зависеть от очень многих факторов, от генетических факторов. То есть если в семье прослеживаются такие проблемы, то есть и у конкретного человека тоже повышенный риск. Есть биологические факторы. То есть разные люди немного по-разному реагируют на разные вещества. Они могут разные ощущения испытывать при употреблении одного и того же вещества. И взаимодействие их организма тоже может… Какой-то организм лучше переносит вещество, какой-то хуже. Социальные факторы тоже очень важны. И если все они сходятся в одном, то можно сказать, что у этого человека повышенный риск, и он сохранится может, но и в будущем тоже. Касательно употребления любых психоактивных веществ в возрасте, когда развивается нервная система, это накладывает ещё дополнительные риски. На будущее здоровье. А если приходят к вам, и вы видите, что проблемы, как правило, это больница, или это, не знаю, регулярное посещение, в том числе, наверное, и психотерапевта, и нарколога. Как бороться? Бороться. Чтобы лечить заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ, нужен, как и во многих случаях в медицине, биопсихосоциальный подход. То есть нужно изменять среду, в которой этот человек находится, нужно помогать ему психологически, то есть для лечения психо... нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Это, в принципе, основа. Это психотерапия. Должна проводиться работа с изменением поведения, с осознанием перепадов настроения, чтобы помогать человеку как-то по-другому решать свои проблемы. Ведь употребляют психоактивные вещества люди не просто из-за того, что им хочется что-то попробовать или это, потому что они, в принципе, дают эффект какой-то. И этот эффект, его можно добиться прямо сейчас. И если есть какие-то проблемы с настроением, с тревожностью, с другого характера переживаниями, на короткий момент, на момент состояния интоксикации, состояния опьянения, то есть эти переживания можно уменьшить. То есть если у человека нет возможности как-то по-другому справляться с этими переживаниями, у него в будущем будет меньше возможности отказаться от вещества. Поэтому психотерапия — это такая база. И сверху есть ещё дополнительные инструменты, есть медикаментозное лечение. И всё это нужно делать сообща в содействии с коллегами и командой. Ну а семья здесь же тоже играет очень большой фактор, наверное, доверие. Когда тебе 13, 14, 15 лет, пубертатный период, тут ещё проблемы с алкоголем или сигаретами, и так гормоны все. И отрицание тоже, наверное. Я не думаю, что все дети и подростки, которые к вам попадают, они полностью сразу осознают, что у них есть проблемы. И не идут в полный отказ, отрицая вообще всё на свете. Так, вопрос был, какой? Отрицают ли дети употребления? Отрицают, да. Как с ними работать, с учётом того, что они говорят, нет, у меня нет проблем, у меня всё нормально. Им надо приходить к вам, они, не знаю, сбегают, не приходят, обманывают. Ну, это долгая работа. Нужно выстраивать отношения с пациентом, с его родителями, ставить какие-то цели, которые хочется достичь, и вместе работать. Ну, ребёнок, подросток в подростковом возрасте, это, в принципе, уже почти взрослый человек, и с ним можно договариваться, можно делать планы, можно ставить цели, какие он хочет достичь, и каких мы можем достичь. Ну, и, как-то сказать, употребляет, не употребляет ли он в течение времени, в течение лечения, можно, ну, наблюдая его, брать анализы. Сколько вам времени необходимо для того, чтобы, например, переубедить вот такого вот подростка, у которого, например, проблема с алкоголем, он приходит, говорит, нет, у меня нет проблем, всё у меня в порядке, и через какое время он вам открывается и выстраивается как-то этот контакт, когда он понимает, что, да, действительно, ему нужна помощь? По-разному бывает. Есть случаи, когда сложно добиться такой критики к себе, к ситуации. Сложно ответить на вопрос такой. Это очень по-разному. Есть, которые сразу идут на контакт, которые хотят решать проблему. Есть дети, с которыми сложнее. Я напомню, телефон у прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, номер ватсапа 2306191. Можете нам звонить и писать ватсап, задавать свои вопросы. Я напомню, что врач-нарколог детской клинической университетской больницы Лев Полунин у нас сегодня в студии. Понятное дело, что, если касаться детской больницы, то, скорее всего, что к вам все-таки приводят пациентов родители. Бывает ли, что сами дети обращаются, потому что понимают, что у них проблемы настолько осознанные? Все-таки чаще это родители делают, или ребенок попадает в приемное отделение с помощью скорой помощи. То есть тогда с таким ребенком нужно проводить первичный какой-то диалог, чтобы понять ситуацию и на будущее план создать. Так, чтобы сами дети приходили, в принципе, до 14 лет, это мало реализуемо, так как они должны быть в сопровождении своих родителей или опекунов. Ну, после 14, в 17 лет, например. Или наоборот, приводят родителей просто, потому что... Чаще это родители в этом возрасте еще, да. А какие последствия могут ли опасаться, например, родители будущего, что у них будет запись, у их ребенка, например, будет запись, что они проходили там лечение или курс лечения от зависимости в каком-то там их личном деле, это как-то может на будущее повлиять? Ну, касательно зависимости, очень редко приходится говорить в детском возрасте. Скорее, ну, это бывают эпизоды вредного, пагубного употребления. Но я больше придерживаюсь такой идеи, что какой-то диагноз, он должен помогать человеку, наоборот, лучше адаптироваться в обществе, помогать ему лучше, в 20 лучших результатах касательно здоровья и каких-то негативных последствий диагнозов вообще не должно быть. Но, опять же, это скорее не детей касается. Если у человека есть серьёзные проблемы с употреблением психоактивных веществ, и он очень ограничен в самоконтроле из-за сильной тяги, то у такого человека могут быть ограничения на управление транспортными средствами, ношение оружия. Это повышенные риски для общества. То есть здесь нужно смотреть очень индивидуально, то есть баланс, чтобы не навредить самому человеку и чтобы одновременно не навредило общество этот человек. Если говорить про алкоголь, вы вот уже упомянули, что тоже от среды, от того, что ребёнок видит, зависит очень многое, но при этом достаточно много взрослых людей и придерживаются мнения, что лучше пускай он там, не знаю, 15-16-летний парень выпьет с нами за столом, чем где-то там во дворе, непонятно где, непонятно с кем. Что вы на это ещё думаете? Я понимаю, что вообще лучше нигде не пить. Ну да, тут мы сравним, что лучше прыгать с четвёртого этажа или с шестого этажа. Конечно, ни то, ни другое, они хорошо. Опять же, если алкоголь связывается с позитивными вещами, с семьёй, с радостью и со всем этим, то это не очень хорошая среда, в которой ребёнок находится. Я не хочу как-то родителей конфронтировать, любое большинство родителей абсолютно хочет лучшее для своих детей. Может быть, теоретически вариант такого, что ребёнок попробует алкоголь дома и не будет этого делать никогда на улице, это лучше, но такого результата достичь практически сложно. То есть вообще лучше алкоголь? Ну, мы не говорим, наверное, про вообще вообще никогда на протяжении жизни, но до определённого возраста это может защитить, я так понимаю, что и от дальнейших привычек, и от влияния на растущий организм. Ну, именно касательно алкоголя есть ограничения возрастные, то есть на законодательном уровне. То есть это нельзя человеку не употреблять, не передавать алкоголем и другим людям, которым есть уже 18 лет. Да, ну в идеальном мире, конечно, не употреблять алкоголь, это было бы очень хорошо, если бы такой мир у нас был. Но на протяжении последних 10 тысяч лет человечество алкоголь употребляет. Ну, нужно двигаться, конечно, в сторону того, чтобы это употребление снизить, особенно в Латвии, оно очень на высоком уровне, если пересчитывать то количество алкоголя, которое употребляют люди в год. И, ну, в принципе, любое употребление алкоголя, оно может быть вредным, потому что алкоголь, он доказанный канцероген, особенно у женщин повышает, риск развития рака груди. Если с такого подходить ракурса, то нету, в принципе, употребления алкоголя, которое не вредит здоровью, нету таких дозировок. Есть какие-то определенные дозы. Как же 50 грамм коньяка? Для чего? Кардиологи говорят даже, что вроде как красное вино, всё вот это вот. Ну, касательно употребления алкоголя для улучшения своего здоровья, можно сказать, что есть наверняка ещё очень-очень много других способов, как улучшить свою сердечно-сосудистую систему, и кардиологи будут их советовать точно в приоритете, чем употребление алкоголя. То есть риски, которые связаны с употреблением алкоголя, и какие-то позитивные вещи, то есть они несоизмеримы. То есть риски превышают эти... То, что может вроде как и хорошо быть. Да. Если про детей, которые к вам попадают, или, например, их приводят родители, и ребёнок вам говорит, что ну, а мне вот мама наливает, или мне вот папа наливает, или там тётя, дядя, ещё кто-то из родственников, в этой ситуации вам надо обращаться, например, в правоохранительные органы куда-то, или это всё можно решить всё-таки вместе с вами и родителями, поговорив? Если есть среда, в которой ребёнок употребляет психоактивные вещества, и это среда его дом, и в принципе это можно трактовать как нарушение прав ребёнка на здоровье, и какое-то внимание социальных служб, оно очень часто может быть необходимо в этих случаях. Ну, вы тогда обращаетесь к кому-то, или кто это делает? Ну, в принципе, это обязанность любого человека, если он видит, что нарушаются права ребёнка, обращаться. То есть, ну, в том числе и врача. Врача, ну, как бы временные эти рамки даже меньше, когда нужно всё это сделать. Как можно скорее. Да. Можно ли говорить о влиянии компании? Мы знаем, что, может быть, в семье не употребляют алкоголь за здоровый образ жизни. Всё это вкладывают с самого детства, а потом, например, ребёнок попадает в не очень хорошую компанию. Или можно всё-таки вложить какие-то установки, уже начиная с детства, которые могут в будущем помочь, ну, противостоять, отказаться от чего-то, например? Ну, касательно компаний, я думаю, в таких компаниях, если по отдельности взять с каждого ребёнка, подростка, то у каждого родители будут говорить, что вот он попал в эту компанию. То есть, у каждого ребёнка часть этой компании. Ну, и сложно как-то одного говорить, что он в этой компании самый плохой, и из-за него всё остальное употребляет, а другие ведомые. Ну, есть тенденция у подростков объединяться в группы и по интересам, и употребление психоактивных веществ, и экспериментирование с ними. Это один из интересов, который очень актуален в подростковом возрасте, учитывая сложные эмоциональные переживания, перепады настроения. То есть, ну, есть проблемы, есть какие-то способы, как на момент употребления эти проблемы снизить. Есть тенденция к объединению в группы, и всё это вместе есть, да. Вы сказали про интересы, и многие говорят, что спорт должен помогать и вытеснять, что вместо того, чтобы, например, 15-16-летние молодые люди собирались пить пиво, они могут собраться и, не знаю, поиграть в баскетбол или футбол. Видите ли вы, что действительно, может быть, дети, которые заняты спортом, активным, или у них есть какие-то хобби, они менее подвержены вот этим вот рискам? Ну, конечно, спорт – это очень хорошо. И среди детей, которые занимаются спортом, профессионально наверняка меньше будет детей, которые употребляют. Заниматься спортом – это довольно непростая вещь, особенно, когда у тебя есть сопутствующие какие-то изменения настроения, то есть у тебя пониженное настроение, когда у тебя тревожность, когда у тебя неблагоприятная социальная среда. То есть спортом заниматься – это не будет первое, что такой подросток, ребёнок захочет делать. Ну, в общем, отмечу позитивное влияние спорта, конечно, и на здоровье, и на социальную адаптацию, и на употребление веществ, скорее всего, будет ниже среди детей в таких группах, чем других. COVID-19, понятное дело, что подкосило многих, и детей в том числе. И мы знаем, что когда шла речь о нарушениях, например, на собрание определённого количества людей и детей, в том числе подростков, именно про молодых людей говорили, что у них нет школы, они не могут встретиться в коридорах, в помещениях, у них дистанционное обучение, поэтому у них есть эта тяга, общаться им надо, хочется, они встречаются где-то. И увидели ли вы увлечение таких вот случаев, когда выпивают или ещё какими-то веществами, может быть, травятся и обращаются к вам? На момент чрезвычайной ситуации контакт мой с пациентами тоже был сильно ограничен, эта работа перешла в домашний формат, тоже по большому счёту. И это накладывает определённые сложности тоже на работу. Сложнее понять ситуацию и сложнее видеть её, когда работаешь через монитор с ребёнком или с подростком. Эмоциональная сфера у людей точно была очень сильно задета, особенно это касается тоже взрослых. Если ребёнок видит, что взрослые переживают, что у них начались какие-то проблемы с работой, что они выбиты из колеи, это тоже определённый фактор риска, когда нарушается социальная адаптация, и человек может прибегнуть к таким малоадаптивным способам решения проблемы. Это опять же, когда употребляешь, на момент употребления проблемы кончаются, но если выбирать большой промежуток, то употребление хуже делает всё. Вы сказали, что у нас достаточно плачевная ситуация с диагностированием среди детей, что есть определённые нюансы и минусы. В общем, что Вы можете сказать о зависимостях, о лечении от зависимости именно у детей? На каком уровне? Не сказал бы, я не имею в виду, что это плачевная ситуация в диагностировании. В принципе, просто сама модель того, как ставится диагноз, который связан с употреблением, он выставляется по последствиям употребления. То есть если есть последствия негативные употребления, значит выставляется диагноз. То есть можно сказать, что если бы диагноз повышенного давления, кардиологи бы ставили по последствиям повышенного давления, по инфарктам, по инсультам, И вот подпоследствием ставили бы тогда, значит, было повышенное давление. То есть это модель такая, которая уже приходится работать с последствиями. И это намного сложнее, чем работать до того, как они наступили. Что можно сделать для того, чтобы работать вот так вот превентивно? Для превентивной работы самое главное — это, в принципе, изменять общество, в котором мы живём потихоньку. Но Вы видите, какие тенденции? Я так понимаю, что Вы всё-таки отмечаете, что не улучшается у нас эта ситуация? Есть изменения. Больше всего влияет именно на касательное употребление алкоголя. Это распространение этих напитков, ограничение на распространение, повышение цены. То есть это, в общем, снижает количество употребляемого алкоголя. И на больших промежутках временных это улучшает состояние населения на этой территории. То есть если брать там несколько поколений, это тоже… Превентивная работа, она долгая, она на будущее, она вперёд. Если касательно употребления других психоактивных веществ, незаконных психоактивных веществ, в Латвии ситуация, как и в мире, такая же, что есть тенденция на переход на синтетические аналоги веществ, которые сильнее эффект, который больше связан с рисками именно в состоянии интоксикации, получить какие-то травмы или последствия употребления, это тоже замечается. И чтобы работать превентивно, здесь это политика государственная и работа полиции тоже, которая ограничивает оборот. То есть чем меньше в обороте и в доступе психоактивных веществ, тем на большой отрезке времени будет меньше употребление этих веществ в обществе. Ну, судя по тому, что вы говорите, складывается всё-таки ощущение, формируется мнение, что для того, чтобы бороться с детскими зависимостями, надо бороться и со взрослыми зависимостями. В первую очередь, что всё это в комплексе идёт. Ну, да. То есть если касательно изменения отношения к употреблению психоактивных в обществе, идёт вопрос, что это работа со взрослыми. Это ответственность взрослых людей. Вот по поводу как раз-таки изменения отношения. Мы знаем, что в последние годы во многих местах, на государствах, например, легализуют употребление марихуаны. В общем, идут разговоры и на научном уровне, что употребление марихуаны не является чем-то плохим, что это растение, что это природный материал, и где-то даже может помогать. Вы что можете сказать? Действительно больше, например, уже с подросткового возраста употребляют или всё-таки нет? Нет таких. Именно касательно марихуаны? Да. Ну, вообще в обществе, в латвийском употреблении психостимуляторов и каннабиноидов это первые вещества, которые употребляются, незаконные. Касательно полезности марихуаны, это спорный вопрос, если его употребляют в качестве достижения какого-то опьянения, какого-то психоактивного эффекта. То есть в плане лечения вещества таким образом не используются, а есть компоненты в этого растения, которые используются для лечения и форма эпилептических припадков у детей в раннем возрасте. Есть компоненты, которые можно использовать как одевантную терапию, как обезболивающую. Есть применение, конечно, как у этого вещества, как и у алкоголя в медицине есть тоже применение. Но это не значит, что полезным является его употребление для достижения какого-то эффекта опьянения. То есть это разные вещи абсолютно, когда человек употребляет это вещество, чтобы получить эффект опьянения и пытается это аргументировать тем, что это вещество полезно в других сферах. То есть так это не работает. По поводу медицины. Мы знаем, что, например, детям дают морфию в определенных ситуациях, когда тяжелый случай, онкология, например. Но при этом есть ли риски уже потом? Мы понимаем, что это могут быть даже большие дозы достаточно, потому что надо здесь сейчас помочь и как-то боль успокоить. И существуют ли потом риски, как вот эти ломки все равно же происходят как-то? Как ребенку объяснить, не знаю, в 5, в 6, в 7 лет, что это такое и как с этим дальше жить? У любого медикамента есть побочные эффекты, есть риски. Если нет побочных эффектов, то и в принципе нет никакого эффекта этого медикамента. То есть здесь, если есть конкретная потребность в обезболивании, и из обезболивающих эффективен именно вот этот вариант в конкретном случае, то его надо использовать. И чтобы достичь состояния организма, когда у него наступает синдром отмены, когда прерывается употребление какого-то вещества, то есть это нужно употреблять его длительно довольно, чтобы организм привык к функционированию в условиях, когда это вещество постоянно находится в циркуляции. Это очень нечастые случаи касательно детей. Это если нужно длительное употребление опиоидов для обезболивания, это делается с показаниями медицинскими. И в дальнейшем, конечно, это всё, чтобы отменять эти опиоиды, тоже нужен подход особенный. Просто так в один день не делается? Нет, ну постепенно снижается, если длительное употребление было необходимо. Опять же, это делается с целью достичь лучшего эффекта, чем если бы не употреблять это вещество, а не давать этот препарат ребёнку. То есть жить с болями длительными, это очень сильно влияет на качество жизни и может привести к последствиям очень серьёзным. У нас в Латвии собираются, вернее, уже постепенно вводят. У нас раньше можно было приобрести около кассы, например, сигареты. Сейчас их стараются спрятать всё больше и больше, убрать за прилавки и предложить, например, список. Эти меры, они могут как-то благоприятно повлиять? Это очень хорошие меры. Если психоактивное вещество не находится в прямом доступе, если оно коммерчески непривлекательно, то есть если серая пачка с названием сигарета и спрятана где-то под прилавком и стоит больших денег, то намного меньше вероятность, что этот продукт будет куплен кем-то. То есть на больших промежутках времени это будет способствовать снижению употребления этого вещества, в частности табака в обществе. На сегодня нам пора заканчивать. Врач-нарколог детской клинической университетской больницы Лев Полунин был у нас в студии. Спасибо, всего хорошего. Прост.